Друзья, всем добрый день! Вы на канале Деда Фёдор из Германии. И сегодня я хочу, вернее, приготовил и покажу вам, как я этот приготовил, вот такой замечательный супчик. Суп тыквенный, запечённый в духовке тыкву. Как я его приготовил, я вам покажу и расскажу. А с вас, как всегда, лайки, подписки, комментарии, хорошие отзывы. Ну, как, если кому понравится, конечно. Поехали! У нас вот такая вот тыквочка. Эта тыква, конечно, не с моего огорода. У меня таких не было. Я её купил в Кауфланде. И теперь я её вот так вдоль пополам порежу. Да, это нелёгкое это дело. Тыкву пополам порезать. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Так и у нас. Мы её порезали пополам. Посмотрите, какая замечательная тыква. Какой цвет у неё красивый, жёлтый. И теперь нам надо удалить вот эти семечки. Мы берём ложку и вот так вот удаляем семечки. Может быть, мы их даже возьмём на семена, потому что у меня таких семян нету, такой тыквы. И если получится, мы их засушим на семена. Вот так вы их почистили. Семена вытащили. И теперь нам надо выложить их на противень. Вот так я их положу на противень. Сюда мне надо положить морковку. У меня одна морковка. Я её порежу так. И тоже выложу вот так на противень её. У меня две луковицы. Ну, у кого есть побольше лук, красный лук, можно одну взять. У меня две маленькие. Я взял две луковицы. Положу их сюда в тыквочку. У меня чеснок. Вот таких крупных у меня пять зубчиков. Я их не чистил, просто так целиком в шелухе. Тоже положу сюда на противень. Далее у меня томаты. Вот такие вот четыре томатика. Я хвостик или, как сказать, жопки обрезал. Пополам их вот так порежу. И тоже положу сюда тыквочку. Вот так. Итак, у меня что осталось ещё? Одна пара паприка. Красную паприку. Я её порежу, помыл пополам. Теперь я её вот такими кусочками порежу. И тоже выложу на противень. Сюда. Где-то место освободить около морковки. Вот так. Тоже сюда их поставлю. У меня получилась вот такая штука красивая на противне. Если всё у меня и морковка, и чеснок, и паприка, и томаты, и лук. И теперь мне надо всю эту красоту посолить. Я много солить не буду. Лучше я потом соли добавлю ещё. Так. Немножко поперчить чёрным перцем молотым. Всё это добавляйте по вкусу, по своему вкусу. Соль, перец, все приправы, которые у вас есть, которые вы любите. Так. Здесь немножко кориандр посыпать надо. Так. Кориандр можете даже побольше посыпать, потому что это очень вкусно будет. Немножко провансальских трав. Розмарина. Базиликум. Базиликум. И сладкую паприку немножко. И всё это запекать в духовке, разогретую на 180 градусов до готовности. Пока у нас овощи все будут готовые, мягкие. Отправляем их в духовку. Друзья, прошло чуть более, чем один час. И наши овощи в духовке хорошо запеклись. И теперь мы будем их выкладывать в кастрюльку. Наши томатики. Вот. Лук. Паприку. Паприку, морковку. Всё мы сюда сейчас перетачим в кастрюльку. Запах какой хороший, такой вкусный, приятный. Вот чеснок наш. Он в шелухе. Мы его просто вот так выдавим из шелухи. И теперь мы будем тыкву ложкой вот так брать. И тоже сюда. Она так отделяется от кожуры. Вот столько у меня тыквы. Полная кастрюлька. Я сюда вылил бульона. У меня здесь пол-литра бульона куриного. У меня не весь, полностью я весь не вылил. Я посмотрю сейчас. Размешаю блендером. Выливаю остаток бульона. Друзья, посмотрите, какой получился хороший, такой, пюрированный суп. Тыквенный. Я его пробую на соль. Соли можно еще немножко добавить. Теперь я эту красоту поставлю на плиту. И немножко доведу до кипения. У меня суп начинает вот так плюхаться. Поэтому надо постоянно его помешивать. Теперь в этот кипящий суп я добавляю 100 грамм сливок. Хорошенько все перемешаю. И наш супчик готов. Можем подавать к столу. Друзья, вот наш супчик уже готов. При желании вы можете его украсить. Допустим, тыквенными семечками жаренными посыпать. Или сухариками. Или какой-нибудь зеленью. Я просто взял два листика базиликом. Положил. Супчик очень вкусный, я уверен. Прям чувствуется все, такая вот, запах вот этой приправы базиликума, кориандр, прованские травы, розмарин. Все чувствуется, такой вкус. Советую вам приготовить, не пожалеете. А тыква такая, запеченная в духовке. Такой приятный такой аромат запеченного. Не то, что сваренный, а запеченный. Советую вам всем приготовить, попробовать. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, пишите мне в комментариях, как вам этот рецепт. Вам я всем желаю крепкого здоровья, счастья, мира, удачи. Всего самого лучшего, наилучшего вам. Я с вами прощаюсь. До свидания. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok